привет мы команда киевский политех и нам очень понравилось работать с нашим тренером валерием ославским потому что в первую очередь он врач вот мы приехали в одессу и сразу вот антон себе сердце подлечил андрей печень егор почку продал чтобы рассчитаться за сердце и печи в общем все круто я люблю к по и очень давно я жду очень многого от этой команды несмотря на то что понятно что эта команда молодая это уже четвертое пятое если не шестое поколение только на моей памяти и тем не менее ими обязывает к по и вперед самое главное что юмор это то чем они живут даже во время того когда они занимаются химией физикой и всем остальным вы знаете у нас сейчас сессия и мы приехали на южную лигу смеха хотя нам нужно сдавать лабораторные лаборатор писать конспекты защищать курсовые и в конце концов диплом ну а меня уже выгнали киевский политех поехали на сцене копыль и как технаринг мы точно знаем что сила только измеряется вампир сопротивление в омах а работа в джоулях подожди 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 а чё такое джоуль джоуль это мнимая единица которую нельзя увидеть глазом и пощупать руками это выходит у нас все бюджетники украины зарабатывают в джоулях выкручили этот шедевр ребят то есть вы так вот решили без меня выйти да ну валера ты месяц пропадал неизвестно где был в общем мы выступаем без а подумай что я работаю можно подумать я весь месяц к носу ковырялся согласен согласен но не по делу но пока возвращался сюда придумал новый концепт для вашей команды и с этой минуты вы крутая медицинская команда подождите подождите валера мы уже заявили что мы технари мы не врачи сейчас я тебе все объясню смотри значит так лаборант химик лаборант физик и вика тоже лабора нет лика стриптизер все все увеличить 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 горло красное прополучишь вы понимаете для того чтобы увеличить грудь нужно сначала ее посмотреть А мы как раз тогда! Так, стоп! Мы технари! Мы умны! Мы красивы! Мы талант! Вика, Вика, Вика! Внимание! Вы только что посмотрели миниатюру Гондарева и Приватбанк. Ребят, шутите? Молодцы! А я пойду пока поработать. Начинаем! А наверняка каждый был на выпускном вечере. Так давайте же окунемся в эту атмосферу и попробуем здесь узнать себя. Ребят, что-то так холодно стало. Староста класса! Ну и все заканчивается на берегу, встречая рассвет. Да, хорошо. Что, ребята, по домам идем. Ребята! Золотой медалист уже в будущем трудовиканной школы. Либель! А совсем недавно в Украине начали появляться бутылки Coca-Cola с именами людей. Итак, представьте, случай на ликероводочном заводе. Здрасте! Видели, что в компании Coca-Cola делают? Да видел, видел. Предлагаю нам тоже на бутылках что-то писать. И что вы предлагаете? Игорюня, чекушечка, Влад 05. Как же тяжелая артиллерия, Григорий Семенович. А как же повод? К нам приехал заграничный друг Джек, который всем очень дорог, поэтому он находится в центре внимания. Но спустя время Григорий Семенович единственным хозяином стола. А что делать, если я не пью? Безалкогольное пиво, за рулем и на антибиотиках. Понятно. Что дальше? Для того, чтобы поддержать романтическую атмосферу, приглашаем Леночку. Леночка идеально подходит для Влада. А как же, Григорий Семенович? Знакомьтесь. Шмурдяк, Любовь Ивановна. А чем это все забивать? Кока-кола уже об этом позаботилась. Хоть мы и не приветствуем однополые браки, но в данном случае Влад и Олег. Это идеальная пара. Олег понимает, что будет тяжело, поэтому приглашает младшего друга Егорку и отбитого товарища Леху Дархуна. Понятно, понятно. А что потом? Потом Григорий Семенович объявляет всем собрание на балконе. Куда приглашаются бюджетные подруги. Любовь Михайловна и Людмила Дмитриевна. На утро берем бутылочку оптимиста. Но здесь главное не переборщить, потому что грань между оптимистом и Григорием Семеновичем очень тонкая. А совсем недавно футбольный клуб Днепр прошел финал Лиги Европы. Вся Украина болела за нашу страну. Матч был очень обряженный и игра длилась до последнего свистка. Итак, 93-я минута матча. Днепр ведет 1-0 и для выхода в финал осталось продержаться совсем немного. И что мы видим? Игрок Днепра получает травму. Сулья просит выйти на поле врача. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Но не забываем, это все-таки века смеха, поэтому шутки. В генеалогическом древе Петра Порошенко ученые обнаружили какао-бобы. Девушка решила удивить своего парня в постели и нашла начало у скотча. Учительница английского языка с задатками экстрасенса видит не только прошлое, но пас перфект и пас перфект континуус. Возвращаемся к матчу. Мураж подходит игроку и пожимает плечами. Но, конечно, за такую зарплату я бы тоже ничего не делал. Ведь врачи это работники бюджетной сферы, у них очень мало денег. Что я вижу? На поле начинает собираться заседание Верховной Рады для того, чтобы вести новые медицинские реформы. Все депутаты проголосовали за отмену профессии врача. В Украине теперь он безработный. Какой накал страстей? Судья просит врача хоть что-нибудь сделать. Мол, ты дал клятву Гиппократу. И тут на поле появляется Гиппократ и аннулирует яду. Теперь, теперь наш врач безработный. И никому ничем не обязан. Он решает сменить образование и начинает сдавать в ЗНО прямо на поле. Но, господи, его опискивают и находят шпаргалку. Стыдно, стыдно не знать теорему Пифагора. И тут на поле появляется первая учительница врача и вызывает его родителей в школу. Но вместо того, чтобы наказать врача, родители открывают ему страшную тайну. Он приемный. Врач начинает понимать, почему отец не ходил на его матчи по бейсболу. Он расстраивается, замыкается в себе, выбегает адвокат по правам человека. Человека и говорит, что это неправильно. Но родители дарят велосипед, чтобы успокоить врача. Звучит финальный свисток. Ура! Это победа! Первые три беды безработица, власть и проблемы с образованием привели Украину к победе. Либи! Валера Валера, вот хочется от души вам сказать большое человеческое спасибо Да, Валерий, спасибо Вообще-то тут очередь, но мне только спасибо сказать Всем только спасибо сказать И примите от нашей команды небольшой подарок Главное оригинально Коньяк и шоколадка Очень неожиданно Лучше можем Валерий Аславский Гирский политех Спасибо Валерий Аславский Гирский политех 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 У нас 30 секунд, и, уважаемый тренер, ваше решение. Сергей Олег, Денис Цоколовский, Светлана Фабрикат. Кринк – это батл. Сергей Середа, Александр Андросов. Это аплодисменты не вам, уважаемые тренеры, да. Побольше вот этих позитивных концов. Ну, спрашивайте у Сергея Олега, почему он стал глупо, спрашиваю у Середы. А почему это у меня глупо, у Середы, но у Середы не глупо. Ну, хорошо, так красиво выстраивалась фраза, ты взял свой сломан. Сережа, вот смотри, Светлана Фабрикат, то вставала, то не вставала. Почему? Вы сейчас про верховную раду или про... Это была точечная шутка на отдельного человека, он засмеялся, все нормально. Молодец, молодец, давай, как бы репетировать, давай, давай. Нет, вы, наверное, хотите спросить, почему я встал на этой команде. Да. Все правильно, это и логично, потому что, ну, сейчас об этой команде идет речь. Валера вставал на моей команде, у меня еще одна команда будет во втором блоке, поэтому я, ну, собственно говоря, одесские мансы, решил встать сейчас, чтобы он встал потом. Кстати, я на всех вставал. Ну, вот так, на всех истил. Сергей, ты теперь понял, почему я с ним начал разговаривать? Честное слово, я не понял. Ну, я встану на всякий случай, да? Я встал, я встал. Да, поаплодируем, 50 лет человеку. Если что, Серега, мы не говорили, я каждую вас это напоминаю. Сегодня, кстати, есть еще один сюрприз, который Серега, Сергей Олих, извините, Серега, Сергей Олих, популярный ведущий, на самом деле программа «Кровные смешные», выходит в 39 странах мира, представляете? Это здесь мы его не знаем, а там он популярный человек. На самом деле, Сергей сказал, говорит, вот всегда мечтал встретить свое дне рождения в театре. Вот когда полный зал, я выступаю, и потом всех приглашаю к себе. И от ваших аплодисментов на его команде во втором отделении зависит. Скажет он адрес или нет. Давайте аплодисменты. Команда «Киевский полицейский» и Валерия Спасовна. Виталий Анатольевич, можно одна просьба? У нас уже есть хорошая традиция с прошлого фестиваля. Мы делаем селфи с очень теплым одесским залом. Вы просто прекрасны. Спасибо. Можно мы с вами говорим? Да, можно. Давайте аплодируем. Валера, сфоткайте нас, пожалуйста. Аплодируйте. Валера, да. Как это уменьшить. Спасибо. Это самая техническая штука. Они потом это выкладывают в ВКонтакте. И все спрашивают, где это вы? Ну что ж, у нас команда «Киевский политех» получила 5 баллов. Вот это что? У нас команда «Киевский полицейский» услуга. Победа «Киевский полицейский полицейский» услуга. Продолжение следует...